Проверки теперь грозят и одной из служб такси, работающей в набережных Челнах. В конце ноября на нескольких проспектах города опоры освещения украсили рекламные листовки с номером телефона таксомоторного парка. На прошлом деловом понедельнике данному факту мэр также уделял внимание, попросив принять жесткие меры к виновным. Сегодня к этой теме вернулись. 465 опор освещения только на проспекте Челман были превращены в доски для объявлений, но административно-технической инспекции было составлено всего два протокола. Схема «один столб, один протокол» не заработала. Если нам не позволяет составлять протокол административной комиссии, я сказал, по каждому факту отправлять в УВД заявление о том, что в данном случае идет умышленное поршение имущества, муниципального имущества. Сколько отправили заявлений? Почему? Сколько тогда протоколов, сколько всего? Руководителя вот этой компании пригласили сюда к руководительсполкома. Пришел? Он не пришел. Пришел его представитель, который не имеет никаких права. Он и не придет? Раз Магомед не идет к горе, то горе городским чиновникам придется само идти на встречу с руководителем службы такси, чья реклама была развешана на опорах освещения. И его ждет не только профилактическая беседа. Таких безобразий мы должны на корню пресекать. Тем более, когда есть первое непонимание, второе непонимание. В таких случаях самый идеальный момент в рамках закона опять всех собак повесить. К законной борьбе уже приступили. Работа в отношении данного такси ведется не только со стороны нарушения правил благоустройства города, но и ее финансовых дел. Есть информация, что средняя заработная плата на этом предприятии составляет 5000 рублей. Покажите мне хоть одного мужика, который будет работать таксистом за 5000 рублей. По налоговой инспекции еще проверка идет, и окончательно мы сегодня дадим. Там три компании еще идет. Нет, я знаю, но средняя заработная плата 5000 подтверждается? Да, регион подтверждается. Вы же сами понимаете, что это серый рынок труда. Весь нал остается у них тогда. Мы сегодня говорим, что средняя заработная плата 24 тысячи рублей. Также к вопросу о заработной плате мэр попросил подключиться и прокуратуру города, а водители, которые официально получают ниже прожиточного минимума, пригласил на работу на предприятии автомобильных дорог. Елена Портнова, Андрей Руслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.